Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Синоптики пока не ошибаются. Вот у нас сейчас 9 градусов, днём будет 11, завтра уже будет 13, послезавтра 15. И как я вчера говорила, с сегодняшнего дня я начинаю работу по подготовке тоннелей к высадке рассады. Но одновременно с тем, как я готовлю землю, я буду ещё и рассаду закаливать, которую я собралась высаживать. Потому что до этого они же стояли у меня в тёплой теплице, у них там ниже 12-15, даже ночью не опускается. Исключение было только та ночь, когда был заморозок, но вообще-то там тепло. И вот сейчас там солнце пригрело, там вообще жара. Им нужно как-то сделать мне, чтобы они адаптировались к той ситуации, в которой они окажутся через 2 дня. Как я говорила, что обязательно проводить закаливание. И закаливание у нас проходит всегда в несколько этапов. Первый этап был, это когда я из дома их начала в придомовую теплицу выносить, на солнце там. Ну и там более такие условия отличные от домашних. А теперь вот последний этап закаливания, это из придомовой теплицы они должны привыкнуть находиться на улице. Вот сейчас 9 градусов, я их выставила. Я знаю, что целый день будет 10-11, это нормальная для них температура, тем более солнышко. И вот всё то время, которое я буду работать, заниматься с грядками, они будут стоять у меня, здесь на улице. Но сейчас я вам покажу, тут не только уличные, а те, которые я завтра в теплицу буду выносить в холодную для высадки. Их тоже нужно с условий вот этой тёплой придомовой теплицы, нужно будет мне приучать к условиям холодной поликарбонатной теплицы, куда я буду высаживать их через день, через два. Сейчас я подойду к ним, всё расскажу вам. Вот здесь у меня сейчас стоят как раз те томаты, которые будут высажены вот на эту грядку. Выносить на закаливание их буду, возможно, два дня, ничего сложного нет. Пошла работать, вот у меня теплица выставила, я же здесь за ними слежу, пригляд нужен. Если начнётся какая-то плохая погода, ветер или дождь, я ухожу и их уношу. Всё, мы теперь неразлучны, вот эти два дня ближайшие. Сейчас я буду пока копать, пока буду делать бороздки, дырышки, пока буду нарезать плёнки. Вот сколько я буду, столько и они будут. Но если я увижу, иногда бывает такое яркое солнце, несмотря на то, что они стояли в теплице, вот открытые солнечные лучи, они более резкие. Если я увижу, бывает такое, что начинают у них заворачиваться листики, что за один раз слишком много, то я останусь, а их уберу. Всё, вы видите здесь вот это для тоннелей, а вот это я начала выносить уже для высадки в холодную теплицу, в неотапливаемую. Но у нас там есть, конечно, отопление, но я первые дни буду оставлять их, приучать. Я сейчас их поставлю на то место, где они будут расти у меня постоянно, и день или два до высадки, тоже пока там всё буду готовить, они у меня будут там стоять. Вот это я всегда делаю, ну почти считаю, что это обязательно, потому что условия тут и условия там, они сильно различаются. Во-первых, они же будут в земле, будет всё равно им прохладнее, чем здесь они на стеллаже, два метра у меня от земли, и всё, вот ветродуйка дует, им тепло, хорошо. Там немного будут спартанские условия. Там, если будет сильно холодно, я буду прикрывать плёночкой, а если будет вообще мороз, то я буду включать тогда обыгреватель инфракрасный, повесили, всё. Ну какие сорта? Те же самые сорта, о чём я говорила. Демидов, Настенька, будет вот здесь потом Петруша Огородник и Роза Ветров, по-моему, нынче новая у меня. И ещё я Клушу хотела. Те, которые для теплицы сейчас понесу, это те же самые сорта. Вот смотрите, вот Демидов и вот Демидов, разные сроки посадки. Вот Настенька и вот Настенька. Это те же самые сорта, то есть в первую очередь пойдут что на улицу, что в теплицу, именно вот эти сорта. Толстоногие, с толстыми такими мясистыми листьями. Вот посмотрите, тут очень хорошо видно, что у них лист прям тёмно-зелёный, такой вот как бы корявенький, такой мясистый, толстый. Именно эти сорта не подмерзают. И если уж подмерзают, то в последнюю очередь. И при подмерзании они снова восстанавливаются, начинают расти, дальше всё. Вот это закаливание. Про температурный режим, если говорить. Ну тут, как обычно, конечно, при 5 градусах я и сама не выхожу, и их бы не вынесла. Самая комфортная температура, чтобы не было и сильно жарко, вот как сегодня. Сегодня будет 10-11 градусов. Идеальная температура для закаливания солнца. Ещё они должны к ветерку немножко привыкнуть, вот сейчас ветерок такой дует. Всё, мы сейчас начнём. Я работать, а не закаливаться. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это о важности закаливания. Конечно, если иногда нет возможности, нет времени, можно избежать переступить через эту процедуру. Но это помогает им быстрее адаптироваться, легче пережить новые условия. Когда я их воткну завтра в холодную землю, ну не в холодную, я сейчас определю, как определяю, земля готова или нет, им будет проще. Они уже 2 дня до этого вот в таких холодных условиях простоят. Всё.